Магический круг замкнулся. Иллюминация. Гирлянды. Что же она не ходит в эфиры канала Наш? Там вы же помните, чем богаче, тем лучше. Тут тоже по-богатому. В общем, горшки были побиты крепко. Но он не сдался и подал в суд. Привет, это я Андрей Богданович, это мой погляд. Каждую неделю я просматриваю Кровоградский интернет и комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. Это мое личное мнение и это дисклеймер. Теперь о том, что меня заинтересовало на этой неделе. Во-первых, это передел власти Долинской. Там слуга народа теперь с Медведчуковской ОПЗЖ, а остальные против. Кропивницкие КВНщики на Мураевском канале поют серенады Тимошенко. Александрийцы ловят цепяка на лжи, почем гирлянды для Кропивницкого и Степуру снова кинули. Ее называли по-разному. Газовая принцесса и газовая королева. Железная леди и леди Ю. Дама с косой. Абсолютно. Оппоненты давали обидное прозвище «Тюлька» и «Варюлька», «Ты мошенница», «Пропало все» и «Газовая томифлю». Но все признавали, для украинской политики Тимошенко уже символ. 27 ноября Юлии Владимировне исполнилось 60. Сколько? В этом мне даже не верится. Юлия Тимошенко для Кировородской области настолько знаковая, что сама по себе область единственная в Украине, где Батевщина выигрывает выборы, а ее областной глава Черна Иваненко получает передовой флаг за лучшую организацию партии в стране. Если не ошибаюсь, это было в прошлом году. Чуть ли не вотчина. И поэтому неудивительно, что серенада для Тимошенко на пророссийском канале «Наш» имеет кропивницкие корни. Так у світі повелося, до нас ходять різні гості, так вони приходять, а вона, а вона, а вона. Наша зіронька ясна, до нас в рості шлях забула, наче виросла стіна. Пані Юля з ювілеєм вас вітаєм від душі, і чекаємо в ефірі в понеділок на межі. Георг Місропіан і Женя Дудник, судя по титрами положенью, гостевой і генеральний продюсер на пророссийском «Наш»! А в прошлом квінщики разных кропивницких команд. Так вот, вони подкололи Тимошенко в її день рождения. Мол, що ж она не ходить в ефири канала «Наш»? І продюсерів можна понять, каналу «Наш» нужен статус, а для этого нужны статусные гости, например, Тимошенко. А пока не ходит на канал «Наш» Юлия Тимошенко, у пророссийских телевизионщиков часто начал появляться депутат от «Слуги народа» Александр Дануца. Вероятно, именно знакомство с молодыми кропивницкими медиа-менеджерами Мураева и позволяет Дануцу быть постоянным гостем пророссийского канала. Да опять же, все тот же пресловутый статус. Если не зовут на центральные каналы, нишевый, маленький «Наш», хоть и пророссийский, самое то. Главное, чтобы его, Александр Дануцу, почаще видели на местных, областных и городских каналах, поближе к зрителю, поближе к людям, избирателю, так сказать. В Долинской первый политический конфликт после местных выборов, хотя, казалось бы, ничто не предвещало беды. Евгений Звездовский, теперь уже бывший глава райгосадминистрации, написал заявление об увольнении. Это и понятно, он выиграл выборы главы Долинской ОТГ, и даже по праздничной фотографии Звездовского видно, что Евгений имеет большие амбиции. Я самый красивый. Очень же показательная фотография молодого политика. Необъятный букет или пшонка стайл. Там вы же помните, чем богаче, тем лучше. Тут тоже по-богатому. Глобус, наверняка, созданный не для путешествий, а для хранения самых разных напитков. Какой-то кубок на виду и маленький бардак внутри, на полке. Психологу хватит деталей, чтобы охарактеризовать подопечного. Даже пафосная поза новоиспеченного главы Долинской ОТГ, это уже такое. Ну а ладно, что это я так субъективно отражаю собственное мнение. Посмотрим на дела раба твоего господи Евгения Звездовского. А вот как по мне, в связи с политическим конфликтом, Звездовский и местные слуги народа перешли на сторону Медведчука и ОПЗЖ. Теперь по порядку. Первая сессия новых долинских депутатов. В три партии Батькевщина за майбутние европейская солидарность предложила Звездовскому свой вариант распределения должностей в Раде. В ответ депутаты столкнулись с попыткой протолкнуть решение, выгодное Звездовскому на первой же сессии. Что? Что он для этого сделал? По словам депутата Александра Коренкова, Евгений Звездовский не принял ни одного предложения депутатов трех фракций, не известил вовремя о начале сессии, депутаты не получили порядок денной, так сказать, заседания на руки и не получили еще и проект решения на первой сессии. Звездовский, и это понятно, наоборот, обвиняет депутата в том, что они, мол, не хотят исполнять свои обязанности. Поддерживает Звездовского как раз слуги народа и ОПЗЖ. Интересно посмотреть, будет 1 декабря, в таком случае, на первую сессию областного совета, нового. Будет ли там такое единение слуг народа с ОПЗЖ? И говорит ли такое поведение депутатов Маленькой Долинской, что вся партия слуга народа, Верховной Раде, например, пойдет в коалицию с пропутинской ОПЗЖ? Если да, то тогда понятно даже столь частое появление Дануцы в гостях у пророссийского канала «Наш». Так сказать, вот, магический круг замкнулся. Если вы помните о перипетии отношений бывшего мэра Александрия Степана Цапюка с Пантаевской громадой, то помните все эти увольнения, отмены маршруток, использование админресурса со стороны бывшего местного головы, и помните борьбу Пантаевки за свои права, за право образовывать свою громаду, отдельную от Александрии. В общем, горшки были побиты и крепко. И Цапюк заявлял, что, мол, все же, витя по-своему, без Александрийского бюджета, но со своей стороны мэр должен был передать Пантаевке коммунальное имущество. Но оказалось, Цапюк так этого и не сделал, за что Цапюка в который раз в сети называют брехлывым мэром. Пользователи Юрия Бойко как доказательство этого приводят ответ Александрийского горсовета на запрос главы Пантаевского сельсовета Игоря Бульбы. Там написано, что теперь вопрос раздела коммунальной собственности – это дело не старого, а нового горсовета. Цапюк, я так понимаю, любит на себя примерять разные политические маски. То он белорусский Лукашенко, а теперь и вовсе римский Понтий Пилат, в плане того, что умыл руки и пустил все на самотек. И я уверен, что это не последний факап Цапюка, который вылез. Если и есть более невезучий политик, чем Игорь Степура, то я о нем пока не знаю. То в скандалы попадает на сессиях областного совета, то с Гордона поругается. Ты мне не попадайся на глаза, я тебе кадык вырву, сука. В общем, я даже понимаю, что встретил новость в сентябре 2019 года. Тогда его уволили с поста заместителя главы облсовета. Но он не сдался и подал в суд. Суд, между прочим, встал на сторону Степуры. И Степура пришел в облсовет явно в надежде стать снова заместителем. Хоть и на короткий срок. А второе – явно получить компенсацию, практически зарплату за весь год. Но нет, депутаты не проголосовали за возвращение Степуры. Я думаю, что Степура будет где-то не хватать в новом облсовете. Он довольно одиозный персонаж, смело ввязывается в бой. Он любит политические драки. Но они, как видим, особо ничем не заканчиваются. Дерусь просто потому, что я дерусь. Как пишет Первая городская газета, Игорь Степура называет себя спецназом оппозиции. Не смешите мои подковы. Ну, а в своем увольнении обвиняет ТОП-ЗЖ Виктора Медведчика. Так, теперь известно, что будет на Новый год на главной площади области. Это иллюминация. Гирлянды. Это, наверное, все, что и нужно в такое серьезное карантинное время. Гуляния особо не организуешь. А вот гирлянды – да. На сайте закупки UA, а это официальная платформа Прозора, появилось объявление о готовности купить горсоветам гирлянд на 181,5 тысяч гривен. Это почти на 6,5 тысяч долларов. Ну, а сами гирлянды будут аж 118. Мне сложно представить проект горсовета, что это будет за свето представление, но надеюсь, за такие деньги будет празднично и ярко. Настолько, насколько себе могут позволить гирлянды за полторы тысячи гривен за штуку. И на этом все. Пока. Будьте здоровы, берегите себя, соблюдайте социальную дистанцию, мойте руки и носите маски. И вот тогда точно все изменится на краще. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok